Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию продолжение большой темы Марты. Окно в новый мир. Шоковая терапия для обывателя. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, продолжим разговор о том, почему был изменен сценарий Вознесения, а также смещены его временные рамки. Если в предыдущих посланиях акцент был сделан на то, что к нему не были готовы даже люди, посвященные в знания о переходе Земли в Пятое измерение, то сегодня мы поговорим об остальной части человечества, пока еще даже не ступившей на путь духовного развития. А ведь таких людей большинство – это те, кто полностью погружен в свои повседневные дела и заботы, материальные проблемы и у кого не возникает даже желания задуматься о чем-то другом, выходящем за рамки того мира, в котором они живут. Эти люди черпают информацию исключительно из официальных источников, регулярно просматривая программы новостей и развлекательные передачи, которыми в изобилии пичкают их ставленники мирового правительства, в руках которых находятся все официальные средства массовой информации. Таких людей принято называть обывателями, придавая этому слову презрительный оттенок. Но насколько же они в этом виноваты? Большинство из этих людей с раннего детства получали воспитание и образование, основанные на названных человечеству искусственных стереотипах мышления и поведения. Во всем мире, независимо от национальных и религиозных особенностей, они строились по единой схеме, в основе которой лежало повиновение сначала старшим, затем учителям, начальству, властям, религиозным наставникам. Так веками в человечестве формировалась рабская психология с детских лет, лишая его способности мыслить самостоятельно и слушать свою душу. В результате, очень скоро, в течение всего лишь нескольких лет полностью, перекрывался божественный канал, соединяющий человека с тонким планом, и маленький человек с головой погружался в трехмерный мир. А ведь именно в этом и состояла цель мирового правительства лишить человека памяти о его божественном происхождении, превратив его, послушного исполнителя, их власти, того самого обывателя, сознанием которого так легко управлять. И таких людей на земле миллионы, причем именно людей, которые потенциально, изменив свое сознание и повысив вибрации, вполне могли бы совершить переход. В основном, это молодые души. Но есть среди них и души со стажем, которые в силу трудных жизненных обстоятельств слишком глубоко погрузились в мир третьего измерения. И вот эту часть населения пробудить уже гораздо сложнее. Для этого требуется настоящая встряска. Так называемая шоковая терапия, которая полностью выведет этих людей из зоны комфорта, тем самым побуждая их посмотреть на мир и свою собственную жизнь уже совсем другими глазами. Именно для них был постепенно изменен сценарий перехода с мягкого варианта на самый жесткий, который и реализуется сейчас повсеместно на вашей планете. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему «Шоковая терапия для обывателя». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok